привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки но сначала я хотел бы поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта милые дамы поздравляю вас пусть у вас все будет очень 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 хорошо и так друзья сегодня у нас обзор перьевой ручки и это ручка предназначена для женской аудитории эту ручку прислал мне мой коллега по увлечению из москвы по имени антон вы помните антон несколько раз прислал мне всякие разные интересные ручки и как-то так получилось что его супруга тоже интересуется перьевыми ручками у нее тоже очень интересная коллекция и если помните ровно год назад прошлого 8 марта антон также прислал несколько женских ручек до из коллекции его супруги и я вам их показывал и я думаю что у нас с антоном сложится такая добрая традиция, 8 марта мы будем показывать перьевые ручки из коллекции его супруги, да, и тем самым поздравлять женщин с праздником. Итак, эта ручка, эта ручка от компании Мандлан, относится она к серии Дива, сейчас эта серия известна как Муза, и посвящена она творчеству Марлен Дитрих. Я думаю, вы все прекрасно знаете, Марлен Дитрих, страшно известная немецкая американская актриса, родилась Марлен в 1901 году, скончалась в 1992, еще при жизни она стала легендой, создав в кино один из совершенно незабываемых женских образов и оказала большое влияние на моду и стиль, также она прославилась как певица. В 1999 году американский институт киноискусств поставила Марлен Дитрих на 9 место в списке величайших актрис классического голливудского кино. Ну и давайте тогда посмотрим на эту ручку. Во-первых, давайте сначала мы посмотрим на коробочку, в которой поставлялась эта ручка. Итак, друзья, вот такая вот коробочка от ручки Марлен Дитрих. Как видите, сделана она в форме шкатулки для драгоценностей, покрыта чем-то типа кожи, очень мягенькая, очень приятная. Здесь копия автографа Марлен Дитрих. Вот такой вот хвостик. На этом хвостике расположен логотип Мандлана, и шкатулочка вся на магнитике. Откидывается она вот в эту сторону и вот в эту. И посмотрите, пожалуйста, какая красота. Очень аккуратненько, очень изящно сделана и очень красиво здесь смотрится ручка. Вот такая вот прекрасная шкатулочка. И давайте тогда смотреть на ручку. Во-первых, ручка достаточно крупная. Вот так она в длину. 143 миллиметра. Как видите, у нее сложные формы корпус. Здесь потоньше, здесь 11 миллиметров, а на краях достигает 16 миллиметров. Ну, Марлен Дитрих была достаточно крупной дамой, да, поэтому ручка такая, ну, почти мужского размера. Вот она по сравнению с Мандланом 146. Ну, как видите, по размеру ручки где-то сходны. Корпус ручки выполнен из всем известного мандлановского пластика, который называется Precious Resin, драгоценная смола. И посмотрите, насколько, насколько интересен корпус этой ручки. Здесь вот он широкий, сужается, да, здесь он тоже расширяется, но в другой плоскости. Не знаю, как это назвать, да. Здесь овал и здесь овал. Но эти овалы повернуты, смещены друг относительно друга на 90 градусов. Ну, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Выглядит очень элегантно. А как вы, наверное, знаете, Марлен Дитрих одевалась в мужские костюмы. Она была первой женщиной, которая публично одевалась в мужские костюмы. И вот дизайнеры Мандлана постарались это здесь отобразить. Как вы помните, тогда, в 20-е, 30-е годы 20-го века, носили пиджаки с широченными плечами. Вот здесь вот ручка расширяется. Потом талия и очень широкие брюки. Очень широкие брюки до полу. И вот дизайнерам Мандлана совершенно явно удалось. Вот здесь очень четко угадывается силуэт дамы, одеты в мужской костюм. Также, если мы с вами обратим внимание, клип. Клип сделан в форме галстука. Опять же, Марлен Дитрих носила мужские галстуки. Здесь вставлен сапфир. У Марлен Дитрих были синие глаза. Вот в честь этого дизайнера Мандлана здесь разместили сапфир. На самой верхушке, я боюсь, не будет очень сложно вам показать, мандлановский логотип. И здесь вставочка из перламутра. Потрясающе красиво сделана. Не знаю, кто делал дизайны ручек серии Дива, но, по-моему, они абсолютно замечательные. Мне очень нравятся ручки этой серии. Я думаю, что надо начать их коллекционировать. Действительно прекрасные ручки. Я вам уже показывал Мерлен Мандро. А также Антон присылал мне ручку из этой же серии, посвященной Элизабет Тейлор. Да, и вот эта третья ручка. И все три совершенно прекрасные. Ну, по крайней мере, внешне мне страшно нравятся. А здесь у нас с вами есть копия подписи Элизабет Тейлор. Вот такое вот широкое колечко, часть из которого относится к колпачку, часть из которого относится, понятное дело, к баррелю. Вот этот вот пластиковый баррель. Ну, посмотрите, какая изящная форма, друзья мои. Ну, очень красиво. И здесь мы с вами тоже видим вставочку, сделанную из перламутра. Посмотрите, как красиво. Не знаю, я в восторге. Я в восторге от дизайна. Ручка достаточно увесистая. Тут 41 грамм. Колпачок на резьбе. Для того, чтобы открутить, нам с вами требуется 1,75 оборота. И так же, как у всей серии Дива, ну или Муза, резьба здесь металлическая и очень интересная. Последние четверть оборотика так достаточно плотненько закручиваются. Вы понимаете, что вы закончили закручивать ручку. Резьба однозаходная, то есть колпачок закручивается только одним способом, только в одной плоскости. Так, чтобы вот этот овал и вот этот, да, были перпендикулярны друг другу. Здорово сделаны и резьба тоже. И здесь мы с вами видим достаточно тоненькую секцию. У всех ручек серии Муза, да, вот такие же тоненькие, чуть-чуть в самом, вот здесь чуть-чуть приталенные секции и очень небольшие перышки. Это перышко такой же, как Монбланет 114, он же Моцарт. Во всей серии такие перья. В данном случае перышко покрыто платиной, как написано в буклете, идущем с этой ручкой. Красивый узорчик и это 18-каратные перышки. Чаще в этой серии встречаются 14-каратные перья. Здесь мы с вами видим стандартный для Монблана пластиковый фидер. Так же, как и другие ручки этой серии, ручка заправляется только короткими картриджами формата Standard International. Ну, наверное, какой-то мини-конвертер сюда подобрать можно, но Монблан позиционирует эти ручки как заправляющиеся только картриджами. В руках. В руках ручка лежит, скажем так, неплохо, но секция для меня тонковата. Да, здесь все-таки достаточно большой перепад между секцией и баррелем. Секция тонковата. Долго писать этой ручкой мне было бы тяжело. Ну, точно так же, как у Мерлин Монро. Посмотрите, пожалуйста, заодно покажу вам сравнение этой ручки со 146. Вот ручка, посвященная Мерлин Монро, также из этой серии. Ну, и вы видите, что секции здесь одинаковые. И секции здесь одинаковые, и переезды здесь одинаковые. Ну, и вот обе эти ручки по сравнению с Монбланом 146. Ну, как видите, да, Мерлин Дитрих самая крупная из этих ручек. Итак, в руках. Неплохо, неплохо. Баланс ощутимо сдвинут к верхушке. Ну, и давайте посмотрим, что же у нас умеет делать эта пюрошка. Итак, Монблан. Марлин. Дитрих. Напомню, что это специальное издание. 2007 год. Перо. В данном случае пюрошка медием. 18 карат. Или 750-я проба. Золото. В данном случае покрытие, как написано, не палатиевое, а платиновое. Здесь небольшой пропуск. Не знаю, откуда он взялся. У меня эта ручка не давала пропусков, друзья мои. Чернила. Монблан. Мистери. Блэк. И что вам сказать про это пюрошка? Очень хорошее пюро. А также, как и другие перья этой серии. Очень гладенькое, хорошо отполированные. Довольно твердое. Как видите, здесь у меня получился еще один небольшой хард-старт. Да, друзья мои, судя по всему, у пюрошка есть небольшая склонность к хард-стартам. Ну, либо что-то я не так с ним делаю. Подача. Как видите, подача немножечко ближе к обильной. Ну, и пюрошка. Пюрошка приятная. Вот, друзья мои, насчет хард-стартов, не знаю. Правда, у меня эта ручка не выдавала никаких хард-стартов. Надо будет посмотреть. Может быть, baby bottom, а может быть, ну, просто неудачная бумага. Вдруг я сюда капнул, например, чем-нибудь жирным. Ну, хотя, вроде бы нет. Вот, только из пачки достал. Таким образом, друзья, что я вам хочу сказать. Потрясающе элегантная ручка. Мне очень нравится ее внешний вид. Ну, действительно, друзья мои, я просто в восторге. Дизайнером Мандлана она явно совершенно удалась. И вообще, как я уже и говорил, вся серия Дива или Муза, как она сейчас известна, сделана совершенно великолепно. Качество изготовления безукоризненное. Дизайн прекрасный. В руках лежит, ну, да, в руках лежит немножечко своеобразно, да. Долго такими ручками писать, наверное, было бы сложно, но для коротких записей, по-моему, отлично. Очень красивая ручка. Антон, спасибо вам и вашей супруге, милые дамы, еще раз. С 8 марта вас. Постараюсь в ближайшие выходные показать вам еще парочку очень интересных ручек, предназначенных для женской аудитории. Друзья мои, увидимся в следующий раз. Пока-пока.